фонари в некоторых профессиях и в некоторых увлечениях очень даже полезные штуки на рынке их есть очень большое количество их много разные виды разные цены и разные на вкус формы это канал альпачино и сегодня я вам расскажу про такие вот классные 4 фонаря у них разная ценовая категория разная функциональность но все они сделаны из очень качественных материалов с очень качественной начинкой и не из китая это фирменные фонари и не фуфло давайте смотреть фонарь убит и 05 максимальный световой поток который поддерживает фонарь 900 люмен в сочетании со штатной оптикой он позволяет достичь дальности луча до 130 метров свечение без пульсации обеспечивает комфорт и безопасность для глаз создатели фонарика позаботились о комфорте в самых разнообразных ситуациях встроенный магнит позволяет фиксировать устройство к металлическим поверхностям что особенно оценят автомобилисты для использования в палатке или закрытом помещении предусмотрен матовый плафон рассеиватель чтобы свет не напрягал глаза девайс укомплектован литий-ионным аккумулятором популярного форм-фактора 14500 его полный заряд позволяет фонарику работать до 115 часов зарядка элемента питания производится с помощью комплектного микро юсб кабеля позволяя пополнять запасы энергии от сетевого адаптера для смартфона компьютера или пауэрбанка первый подопытный готов практически к любым испытаниям он обладает защитой от пыли и влаги класса ip68 этот стандарт подтверждает полную защиту устройства от попадания пыли и возможность его погружения в воду в течение одного часа на глубину до двух метров при разработке этого устройства производитель сделал максимальный акцент на долговечности всех его элементов стекло фонаря защищено от царапин ребристый металлический корпус способствует охлаждению светодиода а позолоченные контакты устойчивы к окислению фонарь получил два специальных режима работы со световым потоком 150 люмен стробоскоп и сигнал сос четыре основных режима отличаются значением светового потока turbo первые три минуты 900 люмен а дальше 300 люмен 60 минут хоть 150 люмен три часа мид 30 люмен 11 часов и low 1 люмен 115 часов работы управление всеми режимами работы фонарика происходит с помощью одной кнопки что особенно удобно в походных условиях устройство запоминает предыдущий режим при повторном включении также кнопка w обладает встроенным светодиодным индикатором который отображает уровень заряда аккумулятора и так первый у нас фонарь в убен и 05 вот у нас максимальное свечение включилась но давайте попробуем с минимального вот у нас минимальное свечение почти ничего не видно я сейчас нахожусь в лесу второе трое режим полюменом я точно уже не помню не скажу вам так ну более менее видно слабо в лесу слабо видно третий режим ну довольно неплохо видно на камеру все я не смогу передать то есть вернее камера все не передаст вам вот и вот такой максимальный свечение видно обалденно большое пятно рассеивание большой круг данным фонариком видно все очень даже хорошо так и выключаем также у нас есть рассеиватель вот наш рассеиватель но ничего не видно понятно но хотя он немножко для других целей для закрытых пространств чтобы осветить закрытые пространства ну и вот максималка вот у нас так вот видно в убен и 05 и вот у нас вот растроскоп кстати хочу вам показать максимальное свечение то есть в убена очень вот хорошее смотрите я еще тут немного покопался просто что-то мне после первого теста скажем так не понравилась мощность некоторых фонарей и я еще протестировал их режимы потому что вдруг я что-то неправильно сделал фонари стоят довольно дорого нужно разобраться в общем в убен вот он очень хорошо светит то есть максимальный режим свечение в убена и 05 ну классный вот я опять же у него рассеянный луч вернее не рассеянный у него большой диаметр так сказать рассеянного луча и светит он реально очень круто фонарь улайт митрайдер новая модель унаследовала высокие стандарты удара и влагостойкости благодаря которым фонарь переживет падение с высоты до полутора метров и пребывание под водой до двух метров максимальная яркость фонаря составляет 500 люмен а дальность светового луча 97 метров чего будет вполне достаточно для освещения ближайших и средних дистанций устройство способно работать как от батарей формата sr-123 а так и от аккумуляторов 16 340 которые будут вполне практичным выбором при ежедневном использовании особенности этого фонаря в том что у него алюминиевый сплав с анодированием высшей степени тип 3 два режима яркости светосила 500 люмен водостойкость ipx 8 до 2 метров и он еще также противоударный в комплектацию входит сам фонарь батарейка sr-123 а на 1600 миллиампер часов съемная двухсторонняя клипса темляк и руководство далее у нас олайт митрейдер вы вот так не увидите первый у него режим довольно слабенький видно слабенько опять же мы в лесу находимся ну и второй режим вот у него вот так видно опять же мне паре в реальности видно намного лучшее как я вижу сейчас на камере но в общем ну неплохой неплохой фонарик у него луч вернее диаметр рассеивания намного меньше чем предыдущего вот чем я 05 и он него луч бьет далековато в общем как то так на видео слабенько видно но я попробую показать вот такой у нас митрейдер высоту довольно нормально бьет вот так так еще дополнение к митрейдеру еще смотрим ну честно сказать здесь митрейдер показывает себя самым слабым как мне кажется честно вам скажу он не самый дорогой конечно но не он неплох вы не подумайте он довольно хороший фонарь но по мощности он как мне кажется проигрывает всем вот так мы видим у него всего лишь два режима работы то есть два режима свечения вот легкий свет и мощный но у него есть свои достоинства кстати перед другими полайт митрейдер или олайт как-то так фонарь prime s1 поставляется в упаковке побольше с кучей дополнительных принадлежностей да и выглядит на вид симпатичные и помоднее prime s1 pro это самый маленький и самый продвинутый фонарик ежедневного использования от армитек используя прилагаемую батарейку на 3 7 вольта 18 350 900 миллиампер часов светодиод xpl вырабатывает до 1050 люмен с длиной луча до 165 метров кстати аккумулятор 18 350 легко заряжать с помощью магнитного юсб кабеля который есть комплекте комплект входит сам фонарь литий-ионный аккумулятор 18 350 зарядный кабель юсб магнит чехол зажим и два запасных уплотнительных кольца у s1 pro превосходный свет с постоянной яркостью благодаря мощной электроники и активному температурному контролю без таймеров цветная предупредительная индикация низкого уровня заряда и активный контроль температуры удобная боковая кнопка для управления одной рукой и простое переключение режимов с расширенным управлением на нем есть магнит в комплекте крепкий чехол съемная клипса и возможность вертикальной установки для универсального использования далее у нас идет модный prime s1 вот можем видеть как мне работает кнопочка которую я нажимаю вот у нас очень слабое свечение ну и не видно ничего то есть это для маленьких участков вот видно уже немножко получше у него этого фонаря много режимов работы много режимов свечения так так теперь мы вот виде меняем зажатием меняем вот уже немного поярче стало видно прям поярче поярче хорошо видно это у нас максимальные свечения prime s1 также довольно мощные очень даже мощные у него очень большой круг рассеивания сами посмотрите вот смотрите какой не круг большой немножко нужно разобраться еще с их режимами работы если честно вот у нас мигает ну режим максимальной яркости светит далеко далеко светит хороший фонарь все они фонари хороши и меня устраивает мне очень понравились ну конечно за за такие деньги вот как то так и последний еще феникс вам покажу фонарь феникс е18р компактный фонарь феникс е18р обладает рядом преимуществ примеру такие фонари просты в транспортировке и практически незаметны для пользователя при длительном ношении однако если прочие фонари подобного форм-фактора как правило оснащаются не самой современной начинкой и не могут похвастаться высокими показателями максимальной яркости и автономности то феникс е18р является своеобразным исключением из правил в основе данного фонаря лежит светодиод кри xp l highlight благодаря чему модель феникс е18р способна работать с яркостью до 750 люмен создавая при этом освещение на дистанцию до 136 метров подобные показатели сегодня являются рекордными для фонарей размером с пальчиковую батарейку несмотря на столь компактные габариты он оснащен не только одним из самых современных диодов а и имеет встроенный цифровой стабилизатор тока позволяющим фонарю непрерывно светить с выборным уровнем яркости и термоконтроллером не дающим е18р перегреваться при интенсивной эксплуатации вся начинка помещена в корпус из авиационного алюминия этот материал отличается отменной прочностью при достаточно небольшом весе а за счет анодирования поверхности корпус фонаря устойчив к образованию царапин сколов и потертостей для управления фонарем необходимо использовать всего лишь одну кнопку находящуюся в головной части корпуса с ее помощью можно выбрать один из пяти режимов минимальный 5 люмен дальность луча составляет 14 метров средний 30 люмен дальность луча равняется 25 метрам максимальный 150 люмен 50 метров turbo 750 люмен и 136 метров стробоскоп 750 люмен режим включается зажатием кнопки на одну-две секунды в клавиши управления встроен световой индикатор уровня заряда зеленый и красный светодиод для питания можно использовать один литий-ионный аккумулятор формата 16 340 или одну литиевую батарейку типа размера sr-123 а установленный литий-ионный элемент питания можно заряжать через специальный магнитный порт установленный в корпусе фонаря соответствующий кабель в комплекте прилагается в торцевой части фонаря есть магнит позволяющий установить его на металлической поверхности под любым углом и вот у нас максимальное свечение феникса нашего также очень прилично бьет очень далеко бьет у него видите какое рассеивание какой круг рассеивания немножко другой чем предыдущих фонарях это у нас . но всеми фонариками я доволен смотрите неплох неплох на самом деле очень даже неплохо ну и ради эксперимента ради прикола я вам сейчас покажу еще один фонарик как он даль на дальность его биения и оставлю на него ссылочку я не буду говорить что это за фонарик он у меня карманный он будет тоже кстати от феникс но я вам не скажу какой именно оставлю ссылку на обзор там я уже думаю разберетесь ну и смотрите ради чисто эксперимента прямо сейчас прямо сейчас вот смотрите данный малыш тоже от феникс я уже ничего мне буду говорить про дальность свечения вы сами все видите он у меня кстати на ключах висит кому интересно что это за фонарь ссылка есть в описании на обзор также делал ему обзор там все уже цены есть все разберетесь ну кому опять нужно фонари показали себя очень хорошо у них есть свои отличия они не одинаковые они каждый фонарь отличается по-своему ну этот например рассеивателем также мощностью свечения и в нем если не ошибаюсь есть аккумулятор который можно зарядить от юсби это очень прикольно если вы обратите внимание вот этот ободок он светится ночью то есть также прикольно этот фонарик также очень интересный он имеет способ включения отличающийся от других у него есть две мощности то есть как бы пригодится тоже кому-то каждый фонарь на любой вкус данный фонарик он у нас маленький это у нас феникс он имеет также магнитную зарядку и также вернее а он имеет магнитную зарядку как этот но у него магнитная зарядка выполнена немножко в другом стиле он маленький компактный светит хорошо ну и вообще фонари от феникс мне лично нравятся они мощные и он кстати показал максимальный световой поток максимальную мощность ну и данный фонарик я скажу тоже очень интересный выглядит стильно самый стильный из этих всех он также имеет магнитную зарядку также он имеет в комплекте аккумулятор что приятно вам не нужно будет докупать какие-то сторонние аккумуляторы профессиональный фирменный аккумулятор также он имеет максимальное количество функций и режимов у него если не ошибаюсь 9 режимов свечения 9 мощностей вот и у него есть чехол крипса то есть в комплектации с этим фонарем шло больше всего при бомбасов то есть на вкус и цвет фонари есть разные выберите себе что-то если они у вас устроят по цене конечно цены немаленькие забегая наперед в принципе как я для себя решил идеальным приобретением то есть цена качества будет этот фонарь в бн е 05 но опять же есть этот фонарик подешевле этот фонарик средняя цена этот фонарик самый дорогой но опять же я же говорю они отличаются у нас каждый фонарик друг от друга отличается то есть вы тут уже выберете себе сами этот фонарь замечу можно вцепить на ключи также не забывайте что в описании есть видео на тот фонарь который я вам не показал который у меня лично висит на ключах и который очень мощно светит так что в общем если вам интересно посмотрите всем спасибо за просмотр жду ваши комментарии что вы думаете по поводу этих экземплярчиков ну а мне все понравилось они крутые ну стоят конечно ну цена-качество как говорится они офигенные всем спасибо за просмотр всем пока так фонарь у нас в бн е 05 значит мы стоим на расстоянии примерно 100 метров к будке вот и вот и вот максимальное свечение то есть опять же мы видим очень широкий луч очень большой большой диаметр размытия скажем так и в принципе видно так идем дальше так у нас дальше идет олайт митрайдер у нас два режима свечения вот у нас первый режим такой себе это для кого-то маленького помещения закрытого и вот второй режим ну соответственно луч у него намного меньше намного меньше расстояние он бьет и это на самый слабый фонарь из этих всех четырех но опять же кому-то он пригодится далее у нас prime s s1 вернее так вот у него максимальная дальность свечения вот у нас он светит видно ну неплохо неплохо у него опять же очень большой рассеянный луч у него и как мне кажется максимальное рассеивание максимальный диаметр рассеивания луча и опять же у нас тут есть здание ну метров не знаю но метров не знаю его не видно в глазами его видно на камеру не видно но метров 250 наверное до 250 и он его освещает вот будку освещаем и последний у нас феникс е 18r и максимальное его свечение так у нас это обычно вот свечение первый режим 2 такой себе третий режим и четвертый опять же обращаю ваше внимание что на камере камера не передает реальный свет фонарей и вот у нас максимальное свечение еще прошу заметить то что мы возможно не стоим под фонарем и возможно мы не видим максимального дальности свечения но в лесу все было видно они очень мощные ну как для своих размеров